И я вас категорически приветствую. Михаил Васильевич, добрый день. Здравствуй, Дмитрий Ильич. Я вас тоже категорически приветствую, потому что мы изучать будем категории. Категории, да. У вас просто изначально заданы уже категории в приветствии. Остается только, так сказать, постепенно расширять круг категории от метафизических и формально-логических категорий, переходить к категориям диалектическим. Тем более мы, вот я уже понял по тем роликам, которые записаны, что такие понятия, как становление и наличное бытие, совершенно не вызывают уже никаких вопросов. Есть возникновение, есть прихождение. И мы уже, я думаю, твердо усвоили. Я тоже просматриваю, так сказать, что пишут люди, которые смотрят ролики, посвященные диалектической логике. Они прекрасно понимают, что если применять вот эти категории диалектики к истории развития России с конца вот XIX века, то совершенно ясно видно, что в конце XIX века шло становление капитализма, то есть капитализм уже был, вот, и в то же время по отношению к феодализму он был ничто, потому что феодальное было общество, а феодальное оно было, потому что в власти стоял класс феодалов. А вот как только произошел скачок, произошла буржуазная революция, уже становление капитализма закончилось, теперь феодалы были ничто. Хотя, между прочим, у них еще земельные... Крепко держались. Крепкие были, и силы у них были, все равно у них были ничто, а буржуазия стала бытием. И это вот бытие называется наличное. И это наличное бытие буржуазии используют для чего? А для того, чтобы продолжать войну, и для того, чтобы не отбирать у феодалов то, что она должна была отобрать просто как буржуазия хотя бы. И поэтому дело кончилось тем, что задачи буржуазии, которые буржуазия не решила, решили большевики, когда установили уже другую власть, власть рабочего класса. И как только свершилась Великая Октябрьская социалистическая революция, закончилась наличное бытие капитализма в России. Или первый раз закончилась, скажем так. И что началось? Началось опять становление. Только что здесь было? Значит, из ничто власть рабочего класса стала превращаться, так сказать, или не только власть рабочего класса, а коммунизм, это же переход к общественной собственности, на средства производства. Коммунизм стал из ничто превращаться в наличное бытие. И это превращение, то есть становление коммунизма, оно хватило 18 примерно лет, до 1935 года. Причем мы, как мы тогда уже отмечали, оцениваем не по годам, а по тому, получилась общественная собственность на все средства производства или нет. Вот чтобы общественная собственность не провозглашалась, там не на воротах писали, что завод находится в общественной собственности. Писать можно все, что угодно. Например, в ЦК красные флаги висели, когда там все сдавали, и оттуда все уходили с портфельщиками и шли в банки. Эти товарищи, которые работали в ЦК и в обкомах. В своем громадном большинстве. Поэтому, какой критерий? Если производство планомерно подчиняется общественным интересам, значит, это общественная собственность на средства производства. Если на Черной Волге едут по делам общества, это общественная собственность на эту Волгу. А если по своим делам на рынок и что-то же не купить, то это, хотя написано, что общественная собственность, это частная собственность. То есть, мы должны быть в этом смысле экономистами. Критерий брать экономические, общественные собственности. И вот экономически уже производство подчинялось общественным интересам, в частности, благодаря машино-тракторным станциям. Все решающие средства производства, кроме земли, а земля и так была в государственной собственности, она не была в собственности колхозов, а в пользовании колхозов, все решающие средства производства, другие, все были сосредоточены на машино-тракторных станциях, и если нужно было вам уборку осуществлять, так вам не надо было из одной собственности в другую чего-то перекидывать, а вы могли прямо комбайны, которых не надо было на каждый колхоз разводить, потому что закончилась уборка, и до следующей осени это все стоит, это ненужные разотраты, все это перемещалось туда, где-то на север, где только еще созревали хлеба. И рабочий класс в деревне существовал в машино-тракторных станциях, между прочим, и в совхозах, поскольку они совхозы, там тоже рабочий класс, поэтому вот при таком условии, при таких обстоятельствах направлять сельскохозяйственное производство тоже в интересах общества не проблема, причем на понятном языке, хотите, вот будете гречу сеять, вы скажете, не буду, ну ладно, мы вам технику не даем, будете сеять гречу, даем, технику... Колхоз дело добровольное. Колхоз дело добровольное, а наша техника тоже дело добровольное, хотим даем, хотим не даем, это понятный язык для всех тех, кто вот привык жить ранее еще в период рынка, когда, скажем, все решалось по принципу вот то, что мое, то мое, а то, что не мое, а то надо либо обменивать, либо выпрашивать, либо отнимать силой, либо другого способа нет. И вот что произошло, это мы уже как бы повторяем пройденное. Произошло то, что вот к завершениям становления коммунизма мы получили наличное бытие коммунизма. Вот тут, мне кажется, мы уже, так сказать, имели дефицит времени и нужно на этом остановиться. Какой был коммунизм? Если мы говорим какой, значит, это вот на языке диалектическом означает определенность. Какая определенность этого коммунизма? Какой коммунизм получился в России? Вот что такое определенность, я возвращаюсь к чисто формально логическому рассуждению, как получается определенность. Значит, мы рассматривали чистое бытие, чистое бытие переходит в чистое ничто, чистое ничто в чистое бытие, переход бытия в ничто, ничто в бытие – это становление, движение, исчезновения одного в другом, переход бытия в ничто – это прихождение, переход ничто в бытие в возникновение, и вот они друг к другу переходят, эти бытия и ничто, и тем самым они, их разность их исчезает. А раз остановление есть благодаря их разности, значит, и становление исчезает. И, так сказать, что-то, да. Получается, что вроде бы как всё достигнуто нашим диалектическим трудом, пропадает, но что значит исчезает? Отрицается. А что значит отрицается? Отрицается, значит, отрицается вот это самое беспокойное единство бытия и ничто. А что является отрицанием беспокойства? Спокойствие. А что является отрицанием единства? На эту тему мы тоже говорили. Отрицанием единства является простота. То есть, единое – это значит, из кого-то, из многих состоит. Отрицание единства простое, спокойное и простое, на личное бытие. А дальше мы не заглядывали. Так на личное бытие является результатом снятия становления. Что значит снятие? Очень важная категория и очень понятная для всех, если только ее сформулировать. Снятие – это отрицание с удержанием. Вот каждый ребенок есть снятие своих родителей. Вот посмотрите на него, он вылитая копия, может быть, папы, мамы, но он свой, самостоятельный, они в нем. Они в нем, и в нем не только папа и мама, но и бабушки с дедушками и так далее, и так далее. То есть, вообще, каждый человек есть результат развития человечества всего. Поэтому нам, если наших предков поганят в каком-нибудь фильме, не будем говорить, а как викинг, к примеру, то это и меня поганят, и вас поганят. Поэтому говорят, а что вы возмущаетесь, это они же такие были. Это вы нас грязными, хотите представить грязными скотами. Правильно? Потому что мы в снятом виде, вот они в снятом виде в нас. Если вы так изображаете наших предков, значит, вы хотите над нами поиздеваться. Может быть, люди и не хотят этого делать, просто люди не тянут. У них в голове мало масла. Они никак не могут осознать великую русскую историю. Говорят, ну как это могла, как могла такая нация победить во Второй мировой войне? Как она два раза приходила в Европу и каждый раз восстанавливала там порядок. Именно в Абразии, когда мы победили Наполеона. А Наполеон ведь великий был человек, очень способный. И Ленин повторял про него, что надо, говорит, ввязаться в серьезную драку, а там видно будет. Но в серьезную драку, а не просто в драку. У нас, если думали, если в драку ввязались, то значит что-то хорошее сделать. Нет, в серьезную драку. Или вера в победу есть фактор победы. Это же очень важно. Но если вы пойдемте за мной, нас всех убьют, все растерзают. Пойдемте за мной, а смотрю, что-то вы не идете за мной. То есть, если человек полководец, так сказать, даже не может веру в победу внести в дух войска. Что, скажем, делали великие полководцы, как товарищ Сталин своим выступлением. Что победа будет за нами. Но, конечно, они не могли бы осуществить тогда эту победу. Ну, правда, сейчас говорят, народ воевал. А Сталин как бы мешал. Безусловно, воевал. А главнокомандующий, да, главнокомандующий мешал. Ну, это детский лепет вообще. И это с такими вещами всерьез выступают люди со степенями. Вот отнять бы эти все степени у них было бы хорошо. И разогнать эту публику. Кто же судья-то? Они вам сразу гитлеров вспомнят, которые Эйнштейн... История судья. История, конечно, их всех на место поставит. Они и так уже начинают место вторичное занимать. Вот, значит, что получается? Наличное бытие есть результат снятия становления. А раз оно результат, то в нем есть становление. Ну, то, чего и результат, то есть во мне. А раз оно есть во мне, значит, а в становлении есть ничто. Значит, в наличном бытии коммунизма есть его ничто. А что наличное бытие коммунизма? Что его ничто? Капитализм. Значит, вот это вот небытие. А раз оно ничто в бытие, в наличном-то, оно называется небытием уже. Не просто ничто. Это разница. Там они на равных были. Просто. Ну, были, вот смотрите. Там бытие – ничто, бытие – ничто. Они равносвободные как бы. Друг к другу переходили. А теперь налицо только бытие. Спокойное и простое. Нету, не видно этого. Отрицание. Не видно. Оно в нем. А раз в нем, ну, например, во мне есть желудок, но это показывать не будете, я надеюсь. Если бы тут рентгеновский аппарат был или еще какие-нибудь аппараты, можно было бы так показать. Но это было бы не очень интересно. Но налицо, вот, налицо этого нет. Налицо есть только бытие. То есть сначала, кажется, что какая-то-то заумь тут есть. Никакой зауми нет. То, что налицо – это то, что не скрыто от взора, от взгляда и так далее. Поэтому вот там меня товарищи поправили, что надо не наличники брать, а вот ставни, например, вот ставни, или закрыто. Откройте ставни, вот там откроется, что там внутри. А если вы говорите наличное бытие, вот уезжает, налицо коммунизм. Да, наличное бытие коммунизма было у нас с 1935-1936 года. Ну, а капитализм был в нем. В нем. А раз он в нем был, вот это значит какой коммунизм? Ну, вот об этом же самом Маркс в критике Готской программы германской социал-демократии говорил, что коммунизм, который рождается из капитализма, рождается с родимыми пятнами капитализма. Ну, тут сразу две мысли. Во-первых, мама у него капитализм. Это раз. И поэтому надо тоже понимать, что из неразвитого капитализма коммунизм не выйдет. То есть требуется известное развитие капитализма, общественный характер производства, вообще развитое производство должно быть. Это раз. Во-вторых, вторая мысль, что он не может освободиться сразу от родимых пятен этого строя. В каком отношении? В экономическом, нравственном и умственном. Во всех отношениях ничего с отпечаток того строя, из которого он уже и называется, поэтому он неполный, неразвитый коммунизм. И вот эта неполнота и неразвитость, не, не, видите, отрицание, это не. Вот это отрицание коммунизма, неполнота и неразвитость, это его определенность. Вот поэтому получается после переходного периода от капитализма к коммунизму не просто коммунизм и все. Нет, получается неполный, неразвитый коммунизм. Вот почему нам это надо твердо усвоить? И почему люди, которые это не усвоили, оказываются жертвами всяких жуликов политических? А потому что, помните, была концепция развитого социализма. Как может социализм быть развитым? Если по смыслу социализм, это неразвитый коммунизм. Неразвитый коммунизм. Если коммунизм разовьётся, что будет? Коммунизм полный, полный. А если он не полный, как же вы можете его считать развитым, социализмом? Поэтому и шутил народ, мы вступили в этап разве-то социализма. Всё пишется отдельно. Или, значит, развитой социализм. Это такая высокая стадия социализма, когда без денег ещё ничего не дают, но и за деньги уже ничего достать нельзя. Сотки отличные были. Да, и точно так же, как, скажем, армянское радио шутило по поводу того, что я спрашиваю при коммунизме. Когда будем жить при коммунизме? Имея в виду хрущёвские, так сказать, вопросы. Хрущёв собирался там ещё при коммунизме через 10 лет, потом через 20 лет. Нынешнее поколение будет. Так прошлые поколения жили при коммунизме. С 35-го года. Прошлые. Когда армянское радио спросили, оно же не такое безграмотное, как хрущёв. Армянское радио сердивко ответило, при коммунизме уже жили. А вот теперь поживите при капитализме. То есть, с одной стороны, вроде бы такие строгие категории здесь. То есть, определённость – это не бытие, принятое бытие, так что конкретное целое имеет форму бытия. А если вы его специально будете рассматривать, это определённость – это его качество. Так вот, качество коммунизма в первой фазе в том, что в нём есть родимые пятна капитализма. И это надо учитывать во всех отношениях. Если это учитывать, то таких глупостей, которые были наделаны по умыслу, не по умыслу, по неграмотности, по полуграмотности, или грамотность в отношении русского языка, неграмотность историческая, неграмотность философская, или, как выяснилось, у нас же последний и единственный государственный руководитель, который изучил науковой логике, проштудировал, был Ленин. С того времени и до сего периода. И во всём мире, между прочим. Все удивляются, как такая Великая революция. А больше никого и не было. И до сих пор мы пытаемся как-то общими усилиями эту картину изменить. Даже товарищ Сталин не одолел. Товарищ Сталин изучал очень хорошо. Он прекрасно знал Ленина. И поэтому всё, что Ленин там писал, в том числе и в науке логики Гегеля, он это, конечно, всё прочитал и изучал. И он даже написал о диалектическом и историческом материализме. Но никаких следов изучения науки логики Гегеля у него нет. В частности, поэтому, например, он сделал такую ошибку в экономических проблемах социализма СССР, когда написал, что закон стоимости – это закон социализма. Может быть, тоже. А у Энгельса однозначно говорится, что это основной закон капитализма. То есть, смысл этого утверждения в том, что если начнёте с товара, то из этой клеточки, как показал Маркс в «Капитале», вырастет капитализм. Поэтому в основе капитализма лежит не закон прибавочной стоимости, а закон стоимости. И вот эта стоимость развивается, развивается и становится прибавочной стоимостью, путём присвоения прибавочного труда. Поэтому посадишь товар, получишь капитал. Если человек этого не понимает, вот поэтому от Сталина две ветви идут. Одна говорит, дайте простору закону стоимости, это Либерман Харьковский, Либерман Московский, это Петраков, это Абалкин. И целая компания. Ракицкого можно, Смолдырева назвать. Певцы, так сказать, рыночного социализма. Кроме Абалкина никого не помнишь. Вот. Правильно делаешь. Ну, мы вот, например, с Николаем Андреевичем Моисенко, который был деканом экономического факультета, в 1975 году издали в Ленной издате, тиражом 15 тысяч экземпляров, такую под смирным-смирным названием книжечку «Демократический централизм. Основной принцип управления социалистической экономикой». И там по ним по всем прошлись. По всем. Мы все их назвали. И Ракицкого, и Смолдырева, и Петракового. И очень обстоятельно, после этого они ко мне на защиту приезжали докторских, писали в коммунист всякие рецензии, но коммунист не пропустил их. Почему-то. Вот. Ну, во всяком случае, пытались после этого что-то такое сделать с нами. Ирика сказала редактор нашей книги. Ну, что, говорит, я альпинистка, я уйду в горы. Вас, Николай Андреевич, сработаем. Михаил Васильевич, докторская его зовут. Так, она вообще... Была права. Она была права, но это мелкие такие, ради истины можно немножко и претерпеть. Почему-то себя страдальцами изображают. Как будто я вот за докторской стоял на морозе и в длинной очереди. Докторская – это же как награда. Если мне не дали, скажем, Героя Советского Союза, это что, причаль должна быть у меня, что ли? В общем, нет. Ну, получил со временем, ну, попозже. И что? И что страшного-то в этом? Короче говоря, если брать вот этот самый коммунизм определенный, который получился, это коммунизм не развитый, не спелый, не зрелый. Поэтому вот то, что писали про этот разбитой социализм потом, это такие страшные глупости. И, кстати, авторов до сих пор вот ищут, и я ищу. Я знаю что-то. Подозреваю Цепко, который изображал социалистов-утопистов, как эгоистов. Хотя они были как раз-то за общественные интересы, в интересах общества и так далее. Вот они там много сидело тогда в партийном аппарате, ведь вы понимаете, был хороший тон, был такой, что первый руководитель, он ничего сам не пишет. А он как бы, он озвучивает. И сейчас говорят, озвучить. То есть кто-то, значит, написал, а я озвучивать должен. То есть выходит диктор, и вот у нас некоторые пытаются выступать, и когда они читают, я думаю, ну, человек хочет показать, что он умеет читать. Что он еще хочет показать этим? А если ты не умеешь в голове ничего держать, не выступай. Значит, ты не можешь вообще рассуждать и думать, и у тебя нету, так сказать, даже попытки построить какое-то связанное свое выступление. Зачем таких людей? Молодые причем вылезают с этих. Вот они, значит, повторяют. И вот в это же самое время этот самый развитой социализм. Какой развитой социализм, когда социализм, в принципе, неравитый? Если он разовьется, будет полный коммунизм. Если он не зрелый коммунизм, тогда он созреет, будет. Зрелый коммунизм, то есть просто коммунизм, так? Полный коммунизм. А я тут был тогда в Белоруссии, утром открывая газету «Звязда», а там написано, мы вступили в этап спелого социализма. Я как прочитал, думаю, сейчас вот сгниет и упадет. Но если спелый, то есть само соединение слова «зрелый» со социализмом и «спелый» немыслимо, потому что он уже тогда не социализм. Потому что социализм – это просто нет такого общественного строя отдельного, нет такой формации, нет такого способа производства социалистического. Хотя были такие деятели, которые хотели оторвать и сказать, вот это один способ производства, коммунизм – это другой способ производства. И вроде как опять вы не попали в этот коммунизм. И вот теперь, имея в виду такую определённость коммунизма, которая была, вот мы можем рассматривать его противоречия. И тем самым мы уже попали в сферу сущности. Это книга вторая, «Учение о сущности». Но поскольку мне такое твёрдое задание дано, как-то популярно это пытаться рассказывать, это не заменяет всё выведение, но всё-таки учение о противоречиях, как такая противоположность, в которой каждая сторона есть противоположность, есть единство и борьба, противоположность. А Ленин подчёркнул, что при этом единство относительно, а борьба – абсолютно. И об этой борьбе нельзя забывать никогда, потому что то, что всё противоречиво, означает, что с борьбой всё делается в жизни, всё, даже утром встаёшь с борьбой, с будильником. Вот так что без борьбы ничего не бывает. В борьбе обретёшь-то счастье. Да, имя своё. Имя, партнол. И вот какие же противоречия тогда существуют у капитализма, простите, пожалуйста, у полного, у неполного, незрелого коммунизма, то есть при социализме. Вот самое первое противоречие, можно сказать, основное, это противоречие между коммунистической природой и социализмом и его отрицанием, связанным с выходением из капитализма. Но я бы на этом поставил точку, и тогда было бы неясно, а есть какая-то борьба при социализме? А есть, потому что если это противоречие, значит, либо коммунистическая природа социализма усиливается, а это отрицание, связанное с выходением из капитализма, постепенно отмирает, за сколько оно лет намрёт, не знаем. Не знаем, никто это может сказать. Это действительно процесс, потому что, если мы имеем дело с борьбой, люди с куревым как борются, каждый раз бросают курить, потом опять достают и снова зажигают, опять бросают. Он всё время, те, кто курит, они всё время бросают. Каждый папирос, они же не постоянно курят, они всё время бросают. Потом опять начинают. Поэтому сказать, что если есть вот это отрицание, то оно само уйдёт, само ничего не уходит. Само отрицательно уйти не может. Значит, оно может только в ходе борьбы исчезнуть. Вот когда оно исчезнет, вот тогда мы и скажем, вот полный коммунизм. Все понимают, что полный коммунизм борется со своим отрицанием. А что, отрицание не борется с полным коммунизмом? Вот если мы говорим, как люди, которые уже заразились алкоголем, алкоголем и болезни, это алкогольные, они же не могут побороть уже, не могут. Некоторые нечеловеческими усилиями как-то выбираются, а другие, вот они пропадают и умирают. То есть, ну а это наркотик. Ну, не такой сильный наркотик, как другие. А вот наркоманы, они все жертвами пали в борьбе руковой. С чем? С наркотиком. А наркотик что такое? Наркотик – это не просто вещество отрицательное, которое вред приносит организму. Таких очень много можно. Пойти вон, землю грузить, и тоже будет вред. А это такое вещество, которое первым делом влияет на волю. Сломать волю человека к сопротивлению этому, к потреблению этого самого вещества. И поскольку это так, значит, борьба с этим делом только одна. Не принимать, не начинать. Поэтому, если люди настроены на борьбу, они не пропадут. А если они настроены на то, что давайте я попробую, там видно будет, они пропадут. И пропадают. Причем пропадают в молодом возрасте. Поэтому, если кто-то думал, а многие думали, мы построили не диалектическое понимание социализма, царило, в партийных кругах, в идеологических кругах. А я бы сказал, строительное. Мы построили социализм. А дальше что будете делать? А дальше будет социалистическое строительство. Как так может быть? Так было уже строительство. Когда-то мы этот мусор-то уберем, и начнем порядок наводить в доме. То есть, следы этого строительства постепенно убирать. Нет, развернутое социалистическое строительство. Или, при Хрущеве, социализм победил полностью окончательно. Вот разве бывает что-нибудь в истории окончательно? Ну вот победила великая французская революция. Это было окончательно? Да нет, после нее потом обратный процесс пошел. Опять король появился. Реставрация. Реставрация. Как может быть в истории это окончательно? Что это за такая присказа? Вот у Сталина такой глупости насчет того, что социализм победил окончательно, это никогда не было. А у Хрущева социализм победил окончательно. Ну раз окончательно он победил. А я первый секретарь Хрущева. Я за что должен делать? А ничего теперь делать не надо. Так он окончательно победил. Иди, получай зарплату, живи, припевающи, говори всякие глупости. А он как бы стоит, так он начинает разваливаться. Почему? А потому что есть его отрицание, как родимые пятна капитализма. Они будут наступать и расширяться, и расширяться, и расширяться. Поэтому вот это вот размагнитить людей, настроить их не на то, что им всю жизнь придется бороться, и при полном коммунизме. Противоречия будут? Ну вот Сталин очень хорошо это формулировал. Вот у него такой идеалектический дух, конечно, был. Вот он говорил, что будет борьба нового со старым. Новое, когда рождается, оно слабее. Поэтому старое его подавляет. И оно побеждает его. А новое при этих победах старого не пропадает. Оно крепнет в этой борьбе. Крепнет, как, скажем, Ленин и Сталин. Они же большую часть жизни прожили, особенно Ленин. Не при социализме. А Ленин вообще при социализме не жил. Он только в переходный период. Поэтому люди закаляются в борьбе с этим самым старым. И потихонечку начинают теснить это старое. И это старое теснится. И тогда новое начинает выигрывать, побеждать. И хочется тут отпраздновать вместе с Никитой Сергеевичем. Но тут появляется новое. По отношению к этому вот это новое уже старое. И вот это старое побеждает это новое. И также начинает его прессовать. Это может быть где? В искусстве, в науке, в литературе. Вот мы сейчас наблюдаем. Там есть разные композиторы, есть разные дирижеры, есть разные деятели киноискусства, театрального искусства. И там идет все время эта борьба нового со старым. А как определить, что новое, что старое, очень трудно. Потому что новое это на самом деле, новое это по идее, это результат снятия всей предшествующей человеческой культуры. Тот, который действительно новое, это вобрало в себя все это богатство. А то, что является скачок в сторону или прыжок назад, это не новое. Это новая глупость. Или новая хинея, какой было очень много. Поэтому вот этот вопрос, они относятся к первой фазе коммунизма и не к капитализму. Это всеобщий вопрос. Борьба, она существовала и будет, потому что все противоречиво. И все осуществляется в ходе борьбы нового со старым. Все. Это абсолютный, так сказать, диалектический закон, можно сказать. И от него никуда вы не уйдете. Но можно о нем забыть. Лишь хочется о нем забыть. Хорошо бы подумать, что никто с нами не борется. Все только думают, как бы нам стало лучше. А на самом деле из-под нас уже стул вынимает. Значит, цены наши растут. Деньги у нас забирают из карманов только что полученные тем самым и так далее. То есть, все течет, все изменяется. Причем как изменяется? В худшую сторону. А чтобы в лучшую сторону, значит, надо побороться. Но чтобы побороться, нужно для этого сорганизоваться. Но это уже другая тема и другой вопрос. Мы сейчас говорим о самом принципе. Значит, борьба. Значит, борьба двух сторон. С одной стороны отрицание коммунизма, а с другой стороны коммунизма. Так вот, следовательно, и две тенденции при социализме. Одна тенденция к усилению коммунизма, к развитию коммунизма. К перерастанию его в полный коммунизм. И другая тенденция к разложению коммунизма, социализма. К движению вспять к капитализму. И эта тенденция существует объективно. Вы можете ее любить, можете ее не любить. И она, поскольку она существует объективно, она проявляется в действиях людей. Причем в действиях очень хороших людей. Я сделал вот какой-то неправильный поступок. И тем самым поддержал эту тенденцию. Я-то не антисоветчик. Антисоветчик, но это вот, может быть, действие, которое является антисоветским. И люди, которые в этом не разбираются, они никак, особенно в органах, никак не могли понять, что такое происходит. Вроде так люди все советские. И сильная такая тенденция идет, отрицательная. В чем дело? Значит, надо вызвать и начать записывать. У вас недостатки есть? Есть. Хорошо. Недостатки. Недостатки у каких действий проявляются у вас? В советских или в антисоветских? Вот недостатки у тех, кто делал эту ручку. Есть? Есть. Это, значит, организованные уже действия какие-то. Специально, подрыв. Так. В каких действиях? Ну, понятно. Ну, в каких? В антисоветские записываем. Антисоветские, так. А еще у вас сообщники были? У них тоже есть недостатки? А в каких действиях? Записали, записали. Ну, раз антисоветские действия, я много написал. А вот евреи, если я ничего не сделаю с этими людьми, не посажу. Что со мной сделают? Там сидят же люди тоже, которые считают. Так, сидит этот. Вызывал, писал. Написан антисоветский, ничего не сделал. Добро пожаловать. Добро пожаловать. Потом раз, два, три. И были, так сказать, несправедливые, так сказать, расстреляные или посаженные? Были, конечно. Были. А потом начинают разбираться. Потом вы приходите, мой начальник говорит, так, Михаил Васильевич, это вот люди-то. Вот вы их посадили, да? Угу. А тенденция-то осталась отрицательная? Осталась? Осталась. Значит, не тех посадили? Ну, так как это ваше действие называть, что вы не тех людей посадили? Самого. Вот это и есть антисоветский. Значит, и меня тоже. Потом, и так это все наворачивалось, наворачивалось. Вот, казалось бы, тут бы диалектика не помешала, чтобы понимать, что антисоветские действия могут совершать советские люди. И в этом случае, а тут вот наворачивалось, и вот тогда Ягоду, поскольку оказался он министр, ну, дальних дел, и при нем столько вот невинно подстрелянных, значит, его надо расстрелять. Расстреляли. А дальше еще там есть Ежов. А та же самая история. И его расстреляли. Потом задумались. Ну, в общем-то, проблему-то они решили. А почему? А ее не решишь без диалектики. Потому что проблема состоит в том, что есть, так сказать, миллионы людей, которые в то же время, в целом являясь строителями коммунизма и улучшителями социализма, они время от времени совершают противоположные действия. Без этого не проживешь. Нет таких людей, которые не совершают. Из этих противоположных действий складываются могучие отрицательные тенденции. У нее, между прочим, есть носители и проводники. Вот этих носителей и проводников, их действительно нужно арестовывать, там сажать, разъяснять, доказывать. Но их, конечно, немного. Почему? Потому что никакой класс за ними не стоит. Потому что при социализме нет антагонистических классов. Нет. А тенденции есть. Но если я сделаю вид, что ее нет, она будет разрушать социализм. Это вот в самом общем виде. Теперь, как это в производстве проявляется? Значит, здесь вот две тенденции. Одна к развитию коммунизма, а другая к ослаблению коммунизма. Вот они противоположные. И кто кого, какая тенденция победит. Следующий вопрос. Как в производстве? Производство непосредственно общественное. Производство теперь при социализме в соответствии с целью социалистического производства, которую почти никто не знает. Хотя в двух программах была записана цель. И в первой программе партии большевиков. И во второй программе. Обеспечение полного благосостояния и свободного всестороннего развития всех членов общества. Не удовлетворения потребностей, как Плеханов писал. Или как потом записал Хрущев в третьей программе, что все более полное удовлетворение. Так, наркотики. Все более полное удовлетворение растущих. Они растут. Давай удовлетворение еще. Или водки давайте пить. Потом говорят, давайте цены повысим на водку. Тоже хорошо нашли. Водка не тот товар, с помощью которого можно с изменением цены остановить его потребление. Товар есть трех видов. Эластичность от цены. Это называется в макроэкономике. Если вы повышаете цену, основная масса товаров, спрос их уменьшается. А есть золото, на которое, если вы повышаете цену, спрос увеличивается резко. Люди скупают золото, вы расчетите, что дальше пойдет подъем. Они теперь уже под новой цене. Скупают и получают деньги. Скупают и получают деньги. А есть такие товары, как водка? Потребление которых не зависит от цены. Но все равно выпьют то, что произвели. Только вот если вы сделаете более высокую цену, будет боярышник пить. Не надо повышать цену на водку просто так. Ничего это не дает. Вы боритесь. Можно бороться с человеком, а можно за человека. Вы обеспечите его свободное всестороннее развитие. Сократите рабочий день. Так сократите социальное неравенство. У вас будет меньше пить. А люди пьют не от того, что у них много денег, а от того, что мало денег пьют. От плохой жизни. Горькую пьют. А от хорошей не пьют? Чтобы усилий не кратить. Хорошие пьют другие люди, у которых хорошие деньги. Нет, но если попадется, то и выпьют, конечно. Но им не попадается. Ну вот, кстати. Люди же не случайно в автоматы это заложили. Это же люди понимали, что они это. Конечно. В Иркутске. Совсем недавно вспоминал и подумалось. То есть, поскольку при советской власти я работал на производствах, то я непрерывно наблюдал свирепейшую государственную антиалкогольную пропаганду. Вот она везде была. Плакаты, передачи, радиопередачи, телевидение, книжки, журналы. Везде это было. Теперь нет нигде. Хотелось бы узнать, потребление алкоголя выросло или сократилось. Да растет оно, конечно. Само собой. Производство растет. Значит, вот две тенденции в производстве к усилению непосредственно общественного характера производства. Вот это непосредственно производство непосредственно для вашего развития осуществляется. Для этого есть общественные фонды. То, что они не через общественные фонды, а через распределение по труду. И через распределение по труду и цены снижаются, чтобы все более полное развитие было у трудящихся. Причём, если бы мы поставили цель только повышение благосостояния, то, знаете, вот есть люди, у которых благосостояние великолепное, они деградируют при этом. То есть, целью надо ставить само развитие, не только повышение благосостояния. Ну, так и записано было. А вот Никита Сергеевич выкинул и поставил программу всё более полное удовлетворение потребностей. Вот у меня есть потребность в театр ходить, а у него есть потребность водку пить. Ну, каждый удовлетворяет свои потребности. И пошла деградация. Значит, две противоположности. Одна тенденция. Одна тенденция к усилению товарности в условиях. В чём она состоит? А вот я хоть и работаю на социалистическом предприятии, и такие люди были, и много их было. Мне не то важно, что я делаю, а то важно, что я из этого буду иметь. Чего тут такого социалистического? Ничего тут нет социалистического. Это вот характерно для товаропроизводителя мелкого, который, мелкий буржуа ему. Он же трудящийся, трудящийся, но он трудящийся для обмена. Сам бы ел, да деньги надо. Дескать, пирожки эти я делаю, ну, я вкусный. Я бы и сам ел, но мне важно не пирожки, а от вас получить деньги. И поэтому вот это вот желание получить деньги, а не важно, что я сделал, это оно присутствовало очень широко при социализме и со стороны рабочих. И Ленин ещё это отмечал. Сколько таких мерзавцев, которые думают, как дать обществу поменьше и похуже, взять у него побольше и получше. Таких мерзавцев было много. Или не мерзавцы, просто, так сказать, вот обычный человек. Он, его интересы противоречивые. С одной стороны, вот я буду складывать в общий котёл, и нам больше достанется, потому что общественные фонды, рост вообще того богатства, которое распределяется по труду. А с другой стороны, а если я увеличу большую свою долю в пироге общественном, так я ещё быстрее, улучшу своё положение. То есть и так, и так. И я могу и так действовать, и так действовать. Поэтому вот эта вот тенденция к усилению товарности, она присутствует объективно. И есть тенденция к ослаблению товарности и усилению непосредственно общественного характера производства. Они борются между собой. Соответственно, идеологически их выражают люди. Одни товарники, другие нетоварники. Или, так сказать, люди, которые выступают за непосредственно общественного характера производства. Идёт борьба в политэкономии. Она все годы социализма шла. И можно сказать, что мы вот как раз, когда начали разлагать уже со всем социализмом, вот те сторонники непосредственно общественного производства разбили их теоретически, этих товарников. Но в это же самое время, значит, Горбачёв всё время пытался, ну, какую-нибудь конференцию собрать большую и сказать, что надо идти на рынок. Как он не соберёт конференцию, а там наши товарищи, там, Сергеев завсектором методологии Института экономики, Дерябин завсектором ценообразования, Ерёмина Альберт Михайлович, тоже работник Института экономики, значит, Моисеенко, так, Долгов Виктор Георгиевич, там я в них участвовал. Мы собираемся, их разбиваем. И в итоге получается, что ни одна конференция не говорит, что надо идти к рынку. Что тогда делать? Берут Абалкина, которого вы знаете. Абалкин, чем известен? Тем, что он был сторонник известного чехословатского ревизиониста-ренегата, директора Института экономики, чехословатской академии наук, члена ЦК КПЧ, от Ашика, который написал книгу «Планы рынка при Салиме». На английском языке. Я на английском языке её и читал, потому что на русском её не издали. Там, значит, его цель была, как написано прямо на суперобложке, показать ошибочность сталинских взглядов на товарно-денежные отношения. А Сталин применительно к средствам производства написал, что в наших социалистических условиях всё уже преобразовалось, поэтому это старые формы выражают новое социалистическое содержание. И он по отношению к средствам производства прекрасно это диалектически описал. К приметам потребления, к сожалению, почему-то не написал. Почему-то ему показалось, что это товары. Хотя, если бы вы получили от государства на зарплату свою товар, потом вы же всё равно отдали эту зарплату и получили товар в магазине. Значит, деньги им пришли от государства, ушли обратно, а вам вытолкнули один продукт. Поэтому тут никакого обмена нет. Вы от государства получили. Это распределение, это не обмен. А раз не обмен, то это и не товар. А если бы это было товар, то есть, что тогда даёт, если я получил товар от государства, а государство что от меня получило? Рабочую силу. А товарное производство, где и рабочая сила является товаром, называется капитализм. То есть, тогда иначе трактовка вот такая. То есть, это вот непростая. И теоретическая проблема была, и борьба непростая. Либо побеждает линия на непосредственно общественное производство, либо побеждает этот самый товар наносить и становится не моментом в непосредственно общественном производстве, а наоборот. Производство общественный характер носит А производится снова товар И тогда и рабочая сила товара, и тогда капитализм Дальше поехали А для того, чтобы Побеждал непосредственно общественное Производство, надо, чтобы Соблюдался принцип приоритета общественных Интересов. Сейчас он на корне Уничтожен. Сейчас приоритет Каких интересов? Частных Личных. Если я, допустим К примеру, Улюкаев И я стал министром. Что я должен сделать? Если у нас, если я принципиально человек у нас приоритет личных интересов везде написано и конверты даже сначала написано сверху попов потом уже дальше идет улица город а потом россия в конце эти бедные почтовые работники читать снизу потому что интернет распределять от общего к частному и вот принципиальный человек сел в кресло министра что он должен сделать успеть за это время обогатиться вот но это логично же конечно для этого не надо не нужно диалектического это же понятно без всякой диалектической логики это понятно что если у вас такой принцип а принцип был другой принцип приоритета общественных интересов если он подменяется вот тот же самый цепко как работник идеологического отдела сэка писавший разные всякие статьи вот он пытался просунуть там принцип приоритета личных интересов и приписывал ее даже социалистом утопистом с какого конца начинал то есть это давно было но вот в этом отношении удалось это протащить и в итоге вместо непосредственно общественного производства мы получили какое товарная 5 вот это так называемое движение на рынок хотя треть делегатов съезда проголосовала против и сделала специальное заявление 28 съезда что это приведет к развалу вообще советского союза к уничтожению советского союза и уничтожению партии но это было меньшинство так сложилось меньшинство а почему меньшинство а потому что не отмобилизовались а как можно отмобилизоваться если товарищи диалектику не изучали хотя считались там крупными руководителями идеологами но никто кроме ленина не один руководитель не изучал диалектику не один поэтому он мешал это а зачем это хорошо я уже я уже первый секретарь чего мне что у меня есть помощники они все напишут я уже видел как секретарь порткомов вот сидит рядом со мной секретарь порткома балтийского завода я его спрашиваю по поводу доклада который как-то он только что зачитал а там на первом ряду сидит мальчик которому этот доклад написал в чё там пишется что говорится это уже от них уже ушло они уже посторонние люди они не управляют ими управляют уже это вот такая картина сложилась всеми управляли обратите внимание не почти никто сам не не выступал это страшная зараза так как же так получалось то были во всех вузах марксизм ленинизм преподавали были отдельные а как можно марксизм ленизм преподавать без диалектики вот объясните мне вот ленин говоришь нельзя вполне понять капитал маркса не поняв и не прошлирую всей логики гегеля поэтому никто из марксистов не понял маркса полвека спустя так раз но это все это знают люди хорошо знают но тем не менее вот как-то так воздерживается но то нам думать же надо это соображать изучать так если значит нельзя вполне понять капитала маркса значит это вот один источник марксизма долой теперь диалектика еще один источник марксизма два остался один там научный коммунизм лишенный политэкономии и диалектики это не научный коммунизм это вот это болтовня была про ступени социализма про критерии развитого социализма и задал все раз разваливается потому что марксизм ленизм из одного куска стали как говорил ленин какой же одно куска стали если вы диалектику не изучаете маркса вполне не понимаете вот как про бухарина писал ленин ближайшая как-то теоретик который претендовал на то, чтобы быть теоретиком. Он говорит, вот Бухарин. Это письмо к съезду я цитирую. Бухарин, любимец партии. Ну, Хрущев тоже был любимцем партии, помните? Фильм был наш Никита Сергеевич. Я в кинотеатре «Глобус» смотрел в Парке Победы московском. Значит, любимец партии законно считается теоретиком партии, но никогда не учился и никогда не понимал вполне диалектики. Поэтому его теоретические воззрения с очень большим сомнением могут быть отнесены к вполне марксистским. Так, это раз. И ещё добавлю к этому. Это письмо было. А есть статья. Специально был затеян Лениным журнал под знаменем марксизма. Для того, чтобы люди изучали диалектику. И вот там разбирали. Вот то, что мы с вами разбираем, чтобы они разбирали в этом журнале. И в первом номере статья Ленина о значении воинствующего материализма. Лейтмотив статьи такой. Если мы не будем изучать, студировать науку логики Гегеля и материалистически истолковывать её, опираясь на историю науки, техники и общества, в том числе, наш материализм будет не сражающимся, а сражаемым. И мы не сможем устоять перед натиском реакции и лжи. Вот вы и спрашиваете, а почему мы не устояли перед натиском реакции и лжи? А потому что, если вы не вооружены для того, чтобы устоять против натиска реакции, то и вы и не устоите. Давайте я буду с танками, а вы будете с берданками. Как вы думаете, кто победит? Ну, тут вопрос понятен. То есть, конечно, марксистско-ленинская идеология, вооружённая идеалектическим методом, она выше, чем буржуазная. Буржуазная идеология выше, чем повторение каких-то красивых слов. Социализм, коммунизм. Что делает Горбачёв? Это, говорит, непростая перестройка, это социалистическая перестройка. Это у нас социалистическая конкуренция, это у нас социалистическая приватизация. Всё социалистическое. Только не было социалистической проституции, ещё только не объявили. И бандитильма. И социалистической спекуляции. То есть, слово социалистическое прибавляй, и всё. А ведь Горбачёв же претендовал ещё на одно открытие в области философии. Человек, который не написал ни одной статьи в жизни сам. Я знаю людей, которые ему статьи писали. Вот. А ещё и книгу ему написали, когда он был на отдыхе летом. Вот. Книга называется «Новое мышление для нашей страны и для всего мира». Новое мышление. То есть, смотрите, есть формально-логическое мышление, аристотелевское, диалектическое мышление, будем считать, гегелевское, и новое, горбачёвское. Новое мышление. Третье изобрёл. Глубоко копнул. Да. И вот он с этим мышлением людям, так сказать, говорил «перестройка». А если вы даже… Вот вы говорите, а это всё и не язык ли вот по поводу диалектических категорий? Язык. Вот посмотрите, «перестройка». Ну, «ка» откидываем. «Перестрой» – это что такое? Ну, был один строй, станет другой строй. Прямо сказано «перестройка». Ну, записано прямо. Вы за перестройку, то есть, вы за изменение строя, тем более, там, играют и поют, так сказать, «мы хотим перемен». Вы каких хотите перемен? Вперёд или назад? Люди должны разобраться, куда будут перемены. Если люди не разбираются, а просто дайте мне перемены, я вот к вам пришёл в пиджаке, и уйду, значит, в одних носках. Это тоже будут перемены, сказать, во всяком случае, оригинально будет. То есть, само стремление совершать перемены, это вот, есть такие непосределители, дурачки, которые, значит, им бы лишь бы что-нибудь переделать. Вот невозможно. Вот там, бухгалтерские, меняются, документацию, все требования всё время, чтобы можно было снова их на курсы бухгалтеров посылать, деньги с них брать, всё время что-нибудь менять, законы всё время менять. Вы что-нибудь постоянно это остановитесь, дайте людям подумать, поработать, потому что творчество с суетой постоянно несовместимо, нет определённости и твёрдости. Так вот, эту вот такую суету делают кто? Жулики делают эту суету. Вот, жулик Горбачёв. То, что он жулик, демонстрирую. У меня в руках вопрос. Который был задан на референдуме. Кто готовил вопрос? Кто какой вопрос готовит, тот и побеждает на референдуме, как вы понимаете. Ну, как вы думаете, с кем готовил Горбачёв этот вопрос? С Яковлёв, Аяковлёв, взревший враг Советского Союза, Александр. Ну, и что они могли, какой придумать вопрос? Такой, который люди, сразу не привыкшие к чёткости логической, могли заглотить. Вот, смотрите. Перед гражданами Советского Союза был поставлен вопрос, считаете ли вы необходимым, вы с большой буквы, сохранение Союза Советских Социалистических Республик, вот человек до этого дочитал и говорит, а, да, читаю, всё. А дальше-то он не почитал или не подумал, как обновлённые федерации равноправных суверенных республик, в которой и так далее. А суверенные республики, это что означает? Суверенитет. Отдельное, отделение, суверенитет, это отделение. У нас гимн, как звучал, союз нерушимый республик свободных. Свободные государства, Украина, Белоруссия, Союз Закавказская Федерация соединились свободно в единое государство. Федерация получилась. Советский Союз. А если это суверенные республики, это значит всё, конец. Люди, значит, и говорят, 70% проголосовало за Союз. Что за Союз? Это же, можно сказать, логическое утвердение. Вначале говорится Союз Советских Союз Республик его превратить в Союз Суверенных Государств. Потом собираются три человека, три президента, Крапчук, Ельцин и Шушкевич, и подписывают в соответствии с решением референдума. Да этот самый такой товарищ как МММ Мавроди отдыхает. Это сотни миллионов людей. А вот многие продолжают утверждать, что народ проголосовал за Союз. Продолжают. У меня это вызывает особое возмущение. Я говорю, ну вы хоть через 20 с лишним лет-то вы хоть через 30 лет-то вы наконец додумаетесь до этого, что такое суверенный. Идите к Таврическому дворцу, там ассамблея стран СНГ. Что она означает? СНГ это Союз независимых государств. Это и есть ССГ. И Конституцию приготовил проект тогда Горбачев Союз Суверенных Государств. Но я ее никогда не представлял, потому что она из одной фразы может сказать. Если это я приготовил Конституцию то, что вы не обязаны это осуществлять. Если у меня свое государство, у вас свое. Если 2 трети других государств или 3 четверти или 4 пятых проголосовали, вас это волнует или не волнует? Абсолютно. Вы совершенно независимые государства. Поэтому СНГ это пустое место, прикрытие просто. Фиговый листок. Вот такой фиговый листок придумал Горбачев для обмана народа. Он очень хитрый. Вот у Гегеля есть такое рассмотрение. Какие бывают виды ума? Бывает человек глупый, хитрый и умный. Вот согласитесь, что умный выше хитрого. Естественно. И вот если вы берете умный, хитрый, глупый, посмотрите на это и увидите, что можно считать, что хитрый это низшая степень ума. Но потому что идет ум и потом идет хитрость. А можно считать, что если идет сначала глупость, потом хитрость, это высшая степень глупости. Так вот, Горбачев, конечно, хитрый человек. Очень хитрый человек. Он скольких обманул и сам в дураках оказался в итоге. Потому что такой дурак, что был президент, генеральный секретарь крупнейшей державы и все со своей болтовней про перестройку. Вы за перестройку или вроде в перестройку? Скажите, во что вы будете перестраивать? Я вам скажу, за что я. Вы Кремль хотите перестроить обратно в деревянный? Нет, не хотите. А деревянный хотите в каменный? Вы бы захотели. То есть, это разные вещи. У нас есть, пожалуйста, выставочный зал. Это же конюшня была. Наш любимый пример. Вот мы живем в сарае. Я предлагаю его перестроить. Как? А вот смотрите, сейчас приедет машина, чугунный шар на тросе. И все. Разбегав, весь сарай развалил, а теперь мы построим дворец. Из чего? А вот из этого мусора. Вот из этого строите. Здорово получилось. На дворе зима. Первая часть получится. Да, отлично получается. Значит, второй большой обман. Поскольку люди не следят за этим делом, за понятиями. Вот, якобы, был примет на всенародном референдуме. Конституция якобы была принята. 15 лет уже обсуждали, как она принята. Ну, наверное, люди, если подумают, то они знают, как принимается Конституция. Вот есть закон о том, что референдуме. От референдума можно принять Конституции при условии, что проголосуют за проект Конституции больше половины имеющих право голоса в Российской Федерации. Ну, поскольку это требование... это нереально уже. Люди на выборы ходили. А вот поскольку это считал Ельцин нереальным, поэтому написано так, что официально именовался не референдум 12 декабря 1993 года, а всенародное голосование. Потому что для всенародного голосования не надо такого требования. Это раз. Во-вторых, какой должен быть вопрос там? Ну, вот выдвигаются проекты. Я был членом Конституционного совещания от РКРП, и могу сказать, какие были к тому времени проекты. Проект Румянцева, это проект Верховного Совета, с которым воевал Ельцин, но он был председателем этой комиссии, где секретарем был Румянцев. Еще один проект, который теперь считается Конституцией. Два. Был проект товарища из Жириновского, который везде, как сказать, циркач выступает, а вот на Конституционном совещании в Мрамовном зале в Кремле он ходил тихо, смирно раздавал всем. Был проект Собчака, он тоже всем раздавал. Вот, и был проект Советской Конституции, в народных правде, опубликованный, подготовленный Слободкиным, судьей Солнечногорского района. Этого Слободкина вынесли, так сказать, оттуда, потому что он мимо Ельцина хотел пройти, его охранники вытащили и, так сказать, свалившиеся туфели, так сказать, ему вручили уже в фойе. Ни один проект не ставился на голосование, а просто поставлен вопрос, принимаете ли вы Конституцию Российской Федерации? Вот вы понимаете, что все ваши проекты это не Конституция, да, а Конституция, что значит принимаете? Если вы не принимаете Конституцию, что должно с вами сделать? Если вы Конституцию не принимаете, Конституция же была у нас, была, вот по Белому дому и стреляли из танков, вы что хотите, чтобы по вас постреляли? Ну так вы принимаете Конституцию или нет? Конечно, да. Ну вот все и проголосовали, большинство. Ну это что такое? Ну я могу сказать, какая должна быть нормальная процедура. Процедура такая, вот пять проектов, их публикуют, во-первых. Публиковали? Было бы неплохо. Ну кто хочет, тот публикует, как говорится. Мы в газете Российская публиковали, у нас газета была. Жириновский какую-то эту ерунду таскал. Собчак шум устроил на Конституционном совещании, когда я раздавал наш проект. И сразу все стали требовать, дайте нам, дайте нам, единственное, кто не взял, Собчак. Собчак тоже нигде толком не опубликовал. Так, эти самые проекты Румянцева отдельно и этот, который считается Конституцией, где они опубликованы? Надо это все серьезно выдать, чтобы убедиться, что люди это изучают. Массово. Массово. А потом поставить на голосование. Ну, если вы пять поставите на голосование в первом туре, ясно, вряд ли один, кто-то наберет больше половины. Значит, что нужно сделать? Выбрать два, которые получили наибольшее число. Потом второй тур. Вот эти, среди этих двух, выбрать один. и тогда на третьем туре поставить его на голосование. Если он наберет больше половины, вот тогда это Конституция. То есть, до Конституции когда-нибудь так добраться? Не просто. Сейчас уже не так. Сейчас можно, вот сейчас есть уже у Единой России большинство, они могут Конституцию менять. Что хотят, что хотят, то могут поменять. Хотя так вот остерегаются сильно менять Конституцию, чтобы этот дурной закон. Не надо, наверное. Да, наверное, сильно не надо. Нет, ну, как Крым, поскольку Конституция записан был состав, как Крым воссоединился с Россией, значит, с Конституцией записали. Это хорошо. Ну, мало ли, какие могут быть обстоятельства еще. Ну, вот, почему возможен такой обман? Ну, потому что люди не привыкли следить за категориями. Да не читают люди, голосуются сразу. Ну, вот люди сейчас как подписывают всякие кредитные всякие договоры? Они же не читают, там мелким шрифтом пишут. Мелким шрифтом, да. Поэтому мелким шрифтом пишут в магазинах, из чего состоит то, что они едят. Люди умирают, не знают. Упомянутые вами ранее эти, как их там, микрокредиты или что где-то. Микрофинансирование 2000%. Да. И люди не глядя подписывали. Это страшное дело. Так, ну, возвращаемся вроде к теоретическим вопросам. Вот, значит, две тенденции. Приоритет общественных интересов. Вот за него надо бороться для того, чтобы укреплялась непосредственно общественная природа социализма, ослаблялась товарность и шло движение вперед к полному коммунизму. Если этого нет, ну, нет этого движения. А можно сидеть при социализме и говорить, у нас социализм. Ну, у вас пока социализм, а он может съехать назад. Потому что социализм, это даже здание, если вы его не ремонтируете, не убираете, не охраняете, оно все равно придет в запустении. А что такое общественные интересы? А у нас еще есть рабочий класс, крестьянство, колхозное, интеллигенция. Общественные интересы это интересы такого класса, который выражает интересы всех остальных. Вот интеллигенция интересы всех остальных не выражает. Почему? Потому что мне вот лучше будет, а вам может быть хуже. Они даже и свои-то интересы толково выразить не могут. Но это другое дело. Тут имеется в виду выразитель объективного смысла интересов. Скажем, колхозное крестьянство цены вздует на сельскохозяйственную продукцию и всем будет хуже. А рабочий класс может улучшить свое положение за счет ухудшения положения интеллигенции? Да нет, конечно. Поэтому сейчас самые ярые антисоветчики говорят, что культура и наука в советское время процветали. И наоборот. Все плачут. Значит, Академия наук, она при царе была самостоятельно, а сейчас замминистра Котенков. Замминистра финансов командуют всеми институтами. Отделили от Академии наук, оторвали, чтобы их сделать клубом ученых. И вот он ими командует. Вместо того, чтобы дать крупную задачу, сделать программу развития России, чтобы счастливыми чувствовали себя ученые, они обдумали бы нашу жизнь, и мы бы могли потом процветать. Нет, это вот сейчас давайте то сократим, это сократим. Повысим тарифы на проживание для аспирантов Академии наук и так далее. Вот началось там это дело. В вузах вместо пятилетнего образования четырехлетние. Давайте сократим. До трехлетнего не хотите дойти, чтобы было у нас как на уровне техникума, а техникум и на уровне школы. И образование, между прочим, у нас было ведь всеобщее среднее, а сейчас у нас всеобщее основное среднее. Девять классов и так далее. То есть, вот вопрос. Значит, рабочий класс заинтересован не потому, что они такие очень образованные или очень грамотные, а по смыслу. Не улучшишь положение рабочих, если не будет у тебя врачей, не будет научных работников, не будет учителей, не будет управленцев, не будет ученых, но не улучшится положение рабочего класса, поэтому легко объяснить и рабочим, и всем остальным, что если рабочим лучше, то будет только тогда, когда всем будет лучше. Обратное неверно, ни другой какой-то класс или слой не обладает. И что, а классовая борьба остается при социализме? Вопрос. Вопрос непростой. Да. Но вопрос непростой. Это какое общество? Вот сейчас я вам даю на засыпку вопрос, Виталий Юрьевич. Вот это классовое общество или бесклассовое? Если классовая борьба обостряется, то должны быть классы. Это вы уклонились. Ну как? Логически. Должны быть. Она не может. Это у меня должно быть много денег и нет. Так у меня много или нет? Так это другая борьба. Если классов нет, то ни с кем бороться. Сейчас вы согласитесь со мной сразу. Вы согласны, что социализм это низшая фаза коммунизма? Или не фаза, а это вообще коммунизм в низшей фазе. Да. Я упрощаю, переформулирую. Да. Коммунизм без классового общества? Да. Без классового общества в низшей фазе без классового общества? Ну да. Если так рассуждать, да. А как еще и рассуждать? Это чисто логически, то есть формально логически. Если вы признаете, что социализм это низшая фаза коммунизма, или коммунизм в низшей фазе, то это молодой коммунизм. Так если я молодой человек, я же не кошка, и не лягушка, а человек. Правильно? Поэтому молодой коммунизм это коммунизм. Молодое без классовое общество это без классовое общество, в котором классы еще не уничтожены. Да. Куда же делись? Это родимые пятна. Куда же делись? А родимые пятна. А рабочие крестьяне, они остаются. Это классы без классового общества. То есть, это классы, находящиеся в процессе нисхождения, ухождения. Они уходящие. Поэтому, вот люди, которые это вот специально не изучают, думают, ну зачем я это буду изучать? Я и так пойму. Я же грамотный. Вот я читаю работу Ленина «Великий почин». Там все спокойно написано. Там написано. Социализм есть что? Уничтожение классов. Угу. Ухак написано. И в социализме есть классовое общество. А как сказать о классах, чтобы в них было сказано и в то же было бы сказано, что они уходят? Социализм есть уничтожение классов. Уничтожение классов это же без классового общества. Без классового общества смысл его в том, чтобы классы, это же родимые пятна. Все это должно устранено, быть деление. Что под этим понимается? классы эксплуататорские устранены. Всё, их нету. Остаётся неравенство между городом и деревней. Оно было и остаётся и сейчас. Так? Различие между людьми физического и людьми умственного труда остаётся? Остаётся. Только не между умственным и физическим. Между умственным и физическим вы никогда различенны. Одни производят материальные блага, другие духовные. Никак вы не делаете. А вот различия можно устранить. Если люди физического труда будут работать 4 часа, а 5 часов у них будет свободное время. И вот если они 5 часов играют на скрипке, а 4 часа на сакарном станке что-то вытачивать, они скрипачи. Поэтому, чтобы устранить это различие, не нужно, да и невозможно, ликвидировать различие между видами труда. Поэтому вот эту задачу, Ленин её решил в этой гениальной работе, но это никто не замечает люди, которые не изучают науку логики. То есть, вы мне как поставили задачу? Надо людям объяснить, что это нужно, чтобы простые вещи решать хоть какие-то, объяснять. Вот такие вот глупые ситуации не попадать, когда вы голосуете за то, что вам противно и противоположно. Или вот мы говорим, что да, классовая борьба есть. А в чём состоит классовая борьба? А в том, что остаётся мелкобуржуазность. Не то важно, что я делаю, а то важно, что я буду за это иметь. А борьба с мелкобуржуазностью при социализме. Я вот в эти годы, там, 90-е, читал лекции в Доме политпросвещения. Не было такой аудитории, где я спросил бы, а вот борьба с мелкобуржуазностью, которой рабочий класс вместе с колхозным крестьянством и с интеллигенцией ведут против мелкобуржуазных попыток дать обществу поменьше и похуже, и взять у него получше. Это какая борьба? Классовая или не классовая? Хором отвечает, классовая. То есть, классовая – это не против кого-то. Классовая – это вот рабочий класс, он задачу свою не решил. Это ему объясняют, что всё, всё, ты всё, Хрущёв объяснял, ты всё, всё сделал уже. Можешь духовно почить, всё закончилось. Как же закончилось? Рабочий класс неравенства между городом и деревней не ликвидировал? Не ликвидировал, как руководитель общества. Различия между людьми, физическими людьми, умственного труда. Или, как Энгельс говорил, никто не должен перекладывать свои ноши производительного труда на плечи других. Ликвидировали эту проблему? Нет. Так, следовательно, борьба, рабочий класс свою, классу борьбу должен продолжать. Его говорят, не борись, не борись. Когда закончилась борьба. Вы-то по форме не совсем, так сказать, сначала ответили правильно, но вы поняли, что это от борьбы не надо отказываться, отберут всё. То есть, классовая борьба есть. Другое дело, что классовая борьба идёт с мелкобуржуазностью. С буржуазностью закончено. Или сейчас уже начато. На второй круг пошли. На второй круг. Ну, а что бывает такое в истории? История, это вообще мелочи. Какие-то там 70-50-100 лет, это вообще ничто. Короче говоря, борьба с мелкобуржуазностью идёт, классовая борьба. Как она разрешается? Через приоритет интересов рабочего класса. Потому что классовый характер носит общественные интересы. Не вообще они общественные, а не интересы рабочего класса, которые выражают коренные интересы всех трудящихся. И вот борьба за эти интересы рабочего класса и цементирует социалистическое общество. А борьба против интересов рабочего класса разрушает социалистическое общество. И с разрушителями нужно бороться. Чем бы они не руководствовались? Может быть, самыми благими намерениями. Потому что благими намерениями вымощена дорога в ад. И отсюда вывод, кто руководителем должен быть общества социалистического? Кто? Народ. Нет. Рабочий класс. А вот это вот сочетание слова народ со словом государство, это Энгель говорил, это обман народа. Потому что если государство народное, то оно уже не нужно. Ну, все тогда. Классовое понятие государство, это машина насилия в интересах политики определенного, именно господствующего класса. А если народное, все не надо. Если оно еще надо, то значит еще не народ, а какой-то правящий класс. Так вот, рабочий класс, рабочий класс должен руководить, и это я вам просто пересказываю, опять же, ту же самую работу, маленькую работу Ленина «Великий починок», где написано, что диктатура пролетариата, это научная, латинская, историко-философское выражение означает вот что, что только определенный класс, а именно городские, фабрично-заводские, не все рабочие, не все, городские, фабрично-заводские, промышленные рабочие, к которым вы и относились в свое время, в состоянии, не то, что им будет хорошо, а в состоянии руководить всей массой трудящихся и эксплуатируемых на всем пути до полного уничтожения классов. Отсюда следует, что рабочий класс является субъектом управления, всем обществом, экономикой в том числе, и следовательно, он и главный субъект планового управления, и следовательно, отсюда и сознательное управление. И тогда мы получаем сознательно управляемое хозяйство. Тогда следующее противоречие между... Вот если предыдущее противоречие рождало борьбу двух тенденций, мелкобружазной, которая ведет к капитализму и пролетарской, или тенденции укрепления власти рабочего класса, то и через укрепление власти рабочего класса осуществлялось движение вперед или назад, если другая тенденция побеждает. То вот когда мы возьмем планомерность, то это плановое централизованное управление, которое осуществляет рабочий класс. Ну, через свою партию, конечно. Естественно, не без партии же делается. Класс без партии как без головы. Но это не значит, что существует только голова. Значит, может ли быть абсолютная планомерность? Вот сейчас некоторые начинают доказывать, что при социализме планировали все до последнего гвоздя. Но это несусветная глупость. Во-первых, не центральное планирование. На Западе была такая теория центрально управляемого хозяйства. При социализме хотят все запланировать. Зубную щетку вам запланировать, какого цвета у вас галстук, чтобы был, или чтобы был он и в горошек, или в полоску, или в клеточку и так далее. Да ничего подобного. На уровне народного хозяйства при социализме, на уровне правительства дали тысячу позиций укрупненных. Тысячу всего. А сколько было продуктов? Миллионы, десятки миллионов. Дальше на уровне правительства в отраслевом разрезе 17 тысяч. И все. 17 тысяч. А дальше все на местах. А есть там местная промышленность. Если производить что хотите, какие хотите чайники, кого-то интересует. Что хотите, то и делайте. Но в интересах рабочего. Если вы против народа будете делать, то да, мы займемся вами в порядке планового хозяйства. И не только в порядке планового хозяйства, у нас государственная плановая экономика. А есть проблемы, связанные просто с наукой. Но не все вы сможете познать за время составления плана. Потому что эта наука, она вечна и бесконечна. Могут возникнуть непосредственности. А вот человек, который составляет план, должен успеть вовремя, чтобы успеть на честь Верховного Совета вынести. До этого на центральный комитет и так далее. А потом, если вы наблюдали, а вы наблюдали, так что у нас было с планированием вот последние годы социализма, уже пятилетка пошла. Первый год пятилетки закончился, принимает пятилетний план. Это значит, что первый год вылетел. Второй на основе первого будет строиться, естественно, второй год пятилетки. А этот пятилетний план это ширма. Он уже ничем ничего не регулирует. И хотя в 1920 году был съезд президиума Госпланов, и он принял решение, что должны быть годовые, пятилетние и десятилетние за все время социализма, из-за того, что они боролись за социалистическое планирование должным образом, так и не сделали десятилетних планов. Ну, хорошо, время ленинское, сделали десятилетний первый план ГОЛРО. При Сталине сделали годовые, при Сталине сделали пятилетние. И что-нибудь продвинуло Никита Сергеевич или другие за ним герои? Сколько было генеральных секретарей и первых? Не на шаг планирую, не на шаг. А если вы не продвигаете, не боретесь с стихийностью, стихийностью начинает все обрушать. И был такой член-корреспондент Бунич, он, наверное, сейчас живой, который выступил с идеей в журнале «Вопросы экономики», что допустимое невыполнение плана 10%, если не выполнили, можно премию платить. Вот представьте себе завод, который сотни предприятий поставляют свою продукцию, 10% не выпало. Значит, каждый не получил тоже 10%. Те, каждый сотня, других и так далее. Это цепная реакция неуполнения по всей экономике, полное обрушение идет. То есть, это обрушение еще от имени науки, такие деятели, как Бунич, они это пропагандировали. А это говорит о чем? Что классная борьба велась в сфере идеологии. И эту классную борьбу вели такие, как Бунич, такие, как Петраков, такие, как Смолдарев, как Либерман Харьковский, Либерман Московский. Их много было разных всяких. И они выступали против социалистического плана, по существу. А по форме нет. По форме они говорят, план, конечно, только план должен быть новый, не такой. А раз так, распланирование, нажимаемая система государственного плана во централизованного управления. А как только вы поставили чиновника управлять, он уже не рабочий, правда? А если бы он сто раз из рабочих. У него особые интересы. Но не такие, как у Ликаева. Но другие, чем у рабочих. Поэтому, если он будет приоритет своих интересов осуществлять, то будет бюрократизм, карьеризм, ведомственность, местничество. И это все имело место в системе управления. Какое от этого лекарство? Всеобщая борьба с этими явлениями. Но если вы считаете, что борьбы нет, как нам начали объяснять, борьба закончилась. То это все начинает все разрастаться. А если борьба, так хорошо сказать борьба. Чтобы бороться с бюрократизмом, нужно участвовать в управлении. Поэтому в программе партии во второй, в Ленинской, которая была принята на восьмом съезде РКПБ, было записано в дальнейшем при росте производительности труда сокращение рабочего дня до шести часов, а мы об этом говорили, с обязательством для каждого работника два часа уделить добровольно и бесплатно обучению военному профессиональному искусству и практическому обучению техники государственного управления. То есть, чтобы человек участвовал, вот прямо, приходил и проверял, как делали в 30-е годы, был такой институт шефства над наркоматами, заводы шефствовали и разбирались, чем они там занимаются. И многое находили. Многое находили, чем не надо заниматься. И лишние извенья находили и так далее. Вот этот предполагает, не просто, вот, давайте призовем, вы его призовете, он приходит, уставший, с работы домой, поздно. И некогда, нет у него свободного времени, нужно свободное время. И поэтому вопрос о сокращении рабочего дня, вот мы зачитывали здесь, Сталин об этом говорил, а дальнейшем это пяти часов. Эта задача, которую партия должна была решить, не решила. Не решила, потому что другим были заняты после смерти Сталина руководители, которые диалектику учили не по Гегелю. Или лучше сказать, не учили. Что было первое, что сделано? Первое, что сделано было, что не надо диктатуру пролетариата. Вот есть два определения диктатуры пролетариата. Одно я уже цитировал из Великого почина. А есть другое, более диалектичное такое определение из детской болезни ливизны в коммунизме. Вот там Ленин говорит, диктатура пролетариата, есть упорная борьба. Кровавая и бескровная, насильственная и мирная, военная и хозяйственная, педагогическая и администраторская против сил и традиций старого общества. И вот на съезде в докладе первого секретаря Никиты Сергеевича объявляется, что диктатура нам не нужна пролетариата. Что не нужно? Не надо бороться против сил и традиций старого общества. Упорной, чтобы борьбы не было против сил и традиций старого общества. Значит, против силы и традиций старого общества бороться не будем, а силы и традиции старого общества есть. Какой будет результат? Вот догадайтесь. Ну вот если подумать, ну какой может быть результат? То есть если понимать развитие как результат борьбы в противоположности, борьбы в противоположных тенденциях, ну допустим, люди непоследовательно это изучали. Какие-то обрывки, скажем, диалектики, всё равно попадали грамотным людям. Попадали, что всё идёт в порядке борьбы в противоположности. Ну если противоположности, или я решил так, мы с вами выходим на борьбу. Но я бороться не буду. Кто победит? Ну, наверное, я, да. Я тоже думаю, что вы. Ну не буду я бороться. А потому что борьба кончилась. Кончилась классовая борьба. Это же было объявлено на съезде 22-м. Классовая борьба прекратилась. То есть есть могучая армия. Говорят, а что, Советский Союз слаб был? Да никто его извне не мог победить. Только изнутри. И не надо рассказывать, что он сам развалился. Сейчас говорят, вот развал Советского Союза. Как развал? Это вот тенденция отрицательная. Они всё время были, никуда не девались. Но теперь они, силы и традиции старого общества, они разрастаются. А партия, которая является командиром, можно сказать, организатором этого всего, всей борьбы, она говорит, борьба закончилась. Я бороться не буду. Посмотрим, что будет. Посмотрели. И что? И смотрели 30 лет. 30 лет не только не пытались вот эту линию на то, что не будем бороться, убрать, а её собирались дальше продолжать. Вот появилась концепция развитого социализма. Вам говорят, вы приходите к какой-нибудь статьёй и говорите, вот у нас тут проблемы. Дмитрий Ильич, ну какие могут быть проблемы в развитом социализме? Вы где живёте? Вообще, вы знакомы с партийными решениями? О чём вы говорите? И всё, что там связано, допустим, вы если напишете, а я это знаю по себе, если я напишу в статье руководящий роли рабочего класса, вычёркивают редактора. Это не была цензура, просто вычёркивали, да и всё. Ну хорошо. Я думал, думал, придумал. Рабочий класс, руководитель. А что вместо этого писали? Уже при Брежневе. Дальше пошли. Ведущая сила рабочего класса. Уже не руководящая, всё. Туда его. Ведущая. А у вас, вот вы на машине едете, у вас ведущее колесо где? В моей машине впереди. Впереди у вас? Да. Так а кто всё-таки руководитель? Вы или вот эта вот ведущая? Всё, кто всё-таки? То есть, есть руководитель, а есть везде. Вот вы, если руководитель, скажете, так, Михаил Ильич, введите меня вон туда. Кто руководитель? Вы руководитель, я вас буду везти. Или наоборот, если я руководитель, я скажу, Михаил Ильич, введите меня вон туда. Ну, так это же большая разница. Так вот, слово руководитель вычёркивалось железной рукой. Но мы нашли выход. Я пишу не руководящий роли рабочего класса, а рабочий класс руководитель стилистического общества. Берут ручку, а слова введут или нету, остаётся. Потому что, как бы, формально-то нету никакой, так сказать, никакого контроля за этим, вроде, само собой. Ну, просто уже настроенные там люди сидели в этих издательствах убирать, 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 убирать. И с ними бороться надо было. Так просто это не пройдёт. И постепенно рабочий класс совсем на задние куда-то места загнали за это время. А вообще какие-то проблемы? Вот написала там девушка, допустим, аспирантка, что женский опасный и вредный труд в условиях социализма. Угу. Ну, у нас же развитой. Может, разве быть, в этом социализме опасный и вредный труд? Вот вы рассказывали про свой станок. Ну, такой разве может быть в развитом социализме? Нет. Нету такого. А раз нету, и статью не будем вашу печатать, и книгу не будем вашу печатать. И я понял, что единственный способ от этого – это обойти. Это говорить не про развитой социализм, а про развитие. А много ко мне подходило людей, которые говорят, Миша, давай напишем этот в условиях развитого социализма. Ту же статью берём, старую, и пишем там. Такой-то такой в условиях развитого социализма. Я говорю, нет, и давайте вы сами. А где сейчас вот, где певцы развитого социализма? Кому давать Нобелевскую? Поют о чём-то другом. О чём-то другом поют, они что-то находят. Вроде того, как Перестройка отпел, Горбачёв про Перестройку, Ельцин стал петь про реформы. А что такое реформы? Вы за реформу или против реформ? Я за. А вы подумали, какая может быть реформа? Форму вашу эту забирают, а другую дают грязную, отвратительную, ещё и отравленную. Как положено. Нет, не подумал. Не подумал. Как может быть за реформу? Вот, представляете, вот есть корабль, он идёт по морю. Цель корабля – плыть. Наверное, приплыть куда-то. Куда-то надо приплыть. А как может быть, вот как я могу быть просто за реформу? А реформа, между прочим, «Учение о сущности», вторая книга, почитайте про форму и содержание. Допустим, вы там что-то не поймёте, уважаемые, так сказать, слушатели и зрители. Но вы поймёте, что форма содержательна, а содержание оформлено. Если вы измениете форму, может измениться содержание, и оно не может не измениться. Если, скажем, человек, конечно, у него главная мозг, это сердце, так и другие жизненно важные органы. Но если 60% кожи обожжено, человек умирает. Это был в ожоговой больнице, я знаю, чем это кончается. А это форма. Форма-то содержательна. Без формы немало содержание. Безформенное – это безобразное. Поэтому вот как угодно менять форму. А люди не говорят, мы содержание не будем, всё будет социалистическое, только форму поменяем. Форму поменяли, ничего не стало социалистического. То есть, с нами поступает, как с телятами. Кто виноват? Что, те, кто так поступает? Не знаю. Не знаю. Скажут, ну, хорошо, ребята, вы взялись, вы же объявили, вы там за социализм, там вы за коммунизм, вы будете бороться. Боритесь? А нет, а вы начали пионеров даже приучать. Юные пионеры. В борьбе за дело коммунистической партии. Будьте готовы. Борьбе говорит, ну, вы всегда готовы. Так оказались не готовы и коммунисты, и комсомольцы. А комсомольцы оказались готовы, как Ходорковские, к тому, чтобы стать первыми капиталистами. Да, а другие, которые, так сказать, куда-то в правительство пошли. Не растерялись. Они не растерялись, они празднуют этот день комсомола, они понимают, что комсомол много им дал. Всё, фактически. Да. Я ничего плохого про комсомол сказать не могу. Я был секретарем комсомольской организации и в школе, и в УЗИ, и даже на полставки был на матмехе секретарём. Но я тоже понимаю, что если вы не берёте коммунистическое содержание, то от этой вашей формы ничего хорошего не будет. Вот поэтому реформирование – это страшная штука. Реформирование, бесцельное реформирование. Вот сейчас всё время что-нибудь реформировать. Давайте вот нужна... Медицина, наверное, нуждается в реформировании. Это что значит? Опять-опять что-нибудь будут отнимать? Уже должны люди уже понять, что если говорят о реформировании, то что-то будут забирать. Так просто ведь. Это точно заберут. Вот недавно как раз про реформу образования говорили. О! Вот мне интересно, вот было советское образование. Да. Мы живые свидетели, которое было неплохое. Что значит, неплохое? Самое хорошее было. Да. Не надо так его принижать. Я ошибаюсь. Это вроде как вы... Я скажу, что вы вместо того, что сказать, что умный, скажу, не глупый. Нет, всё-таки умный человек. Лучше же звучит. Да. Но... Или не дурак. Из чего хорошего-то? А вот сейчас что стало? То есть, вот в результате реформ... То было неплохое, а сейчас нехорошее. Да. Примитивным умом, так сказать, реформируют для того, чтобы стало лучше, как мне кажется. И для этого затеваются реформы. А если стало хуже, то что это было? Нужны ли ваши реформы? Вы что вообще? Кто это придумал? Значит, весь вопрос о том, какие реформы. А содержание реформ должно быть. А самое главное, а кто теперь за это ответит, что вы детей идиотами выращиваете, безграмотными? А пока вот этот класс у власти, никто и не ответит. Никто. Никто и не ответит. Потому что слишком очень умные будут вас после этого образования, будут сильно критиковать. Еще и задумываются над этим делом. А это не всем нравится, что задумываются. Вот вам нравится, что люди задумываются, а не всем это нравится. Не всем. Пусть задумываются. И так, чтобы у них не было достаточной базы, как следует обдумать это дело. Почему это должны люди делать самостоятельно и понимать? Вообще-то человек учит себя. Поэтому и не вас учат, а вы учитесь. Поэтому ссылаться на то, что вас недоучили, ну, вам немножко дали, скажите спасибо. А вам что, закрывают? Что вам не дают? Гигеля не дают читать? Читайте. Ленина не дают читать? Читайте. Маркса не дают? Читайте, пожалуйста. Все, что угодно есть. Уж не надо так ставить вопрос, что нам не дает. Народ тоже не надо особо отдать ответственности за то, что он, так сказать, где-то проспал. Или он все ждал, что скажет первый секретарь. Ну, хорошо, Сталин был умный человек, а пришел дурак или предатель. Это же предатель Хрущев. Он же что написал? Убрать диктатуру пролетариата. Главное в марксизме. И вот это та точка, на которой кончается первая фаза коммунизма. И начинается переходный период от коммунизма к капитализму. А он очень большой оказался. Смотрите, 61-го года, когда вам сказали, что упорная борьба, кровавая и беспроводная, насильственная и мирная, военная и хозяйственная, педагогическая и администраторская, завершается. То есть, это вот как Троцкий сказал, армию демобилизовываем во время Брестского мира. Демобилизовываем, мирный договор не подписываем. И сразу немцы пошли. Сразу пошли вперед и захватили всю Украину. И дальше, если бы не начали с ними воевать снова, ну или не подписали бы мирный договор. Подписали мирный договор уже на худших условиях гораздо. Ну, все бы пропало. А тут объявила партия, руководящая сила класса, который диктатуру осуществлял. Все, все, диктатура заканчивается. То есть, правящим классом мы больше не будем. Володите, кто хотите. А мы будем что делать? Ну, вот те люди, которые это прогласили, они рассчитывали, что они где-то будут потом на хороших местах. Я это наблюдал. На хорошие места все пошли из партийного аппарата и государства. На хорошие места. Но перед этим, что были за реформы? Это машино-тракторные станции Хрущев убрал. Это поскольку рука рабочего класса в деревне убрал. Значит, колхозы разорил, потому что нужно купить было все эти трактора и комбайны. Они разорились на этом. А дальше какая там ремонтная база? Из двух комбайнов один, из трех тракторов два собирали и так далее. Дальше. Повышение доходов трудящихся, повышение их зарплаты. А вы бы снижение цен оставляли на всё остальное, кроме масла и мяса. Вот на всё, на мясо и масло не надо понижать, потому что их маловато. А давайте на остальное понизим, и люди возьмут остальное. Поэтому нормальный путь повышения благосостояния народа – это понижение цен. Ну, раз у вас производительность туда выросла, производство выросло, сделали больше книг – ну, понести цены на книги. А сделали больше мяса – ну, понести цены на мясо. А если на мясо производительность не выросла, чего вы понижаете? Это же повысить зарплату, просто зарплату, это понизить цену на мясо, означает. И на масло. Потом начинаются эти очереди. Потом говорят, социализм – это очередь. Нет, дорогие товарищи, социализм – это не очереди. Очереди начались тогда, когда начался переходный период от социализма к капитализму. Это становление капитализма. Остановление мы знаем, что такое. Там две тенденции. Одна – к сохранению того, что было, так сказать, того бытия, которое было коммунистическое, она ещё остаётся. А другая – тенденция буржуазная, она вовсю уже действует, потому что и препятствий не было никаких. Никаких. А вот эти все вещи, вот такого рода референдумы, концепция развитого социализма, которая была опутана просто партией, столько же там было вроде умов. Образованные люди кончали ВПШ. Вот я смотрю, кто из этих ВПШ остался на таких же позициях. Ну, кто такой был Ельцин? Ну, Ельцин, извините, он же всю жизнь был в партийном кресле. Он был первым секретарём Свердловского обкома. Потом первым секретарём Горком Московский, кандидат в членополитбюро. Ну, вот если бы это он был в другой области, в церковной, вот он был бы поп, а потом бы он, так сказать, потерял веру. Куда бы его, как бы к нему относились. А тут, пожалуйста, он взял, так сказать, он всю жизнь был коммунистом якобы, а оказалось, что он был притворным коммунистом или предателем коммунизма. И в том и в другом случае, разве можно ему доверять какие-то серьёзные государственные посты? Вот Гитлер Власову не доверял. Почему? Он изменил свои, так сказать, присяги. А разве можно ему серьёзную дать задачу военную? Нельзя давать. Ну, где-то там частные задачи пусть решают. А Ельцину же дали вон какую задачу. Или какую задачу? При Ельцине сидели у нас американские везде представители во всех министерствах, куда не пойдёшь. Абсолютно везде. Поэтому, когда сейчас говорят, вот сейчас у нас ещё финансовый блок, так это так повелось от Ельцина ещё. Так вот, как тогда устройства это сделали, до сих пор ещё остаётся. Это уже родимые пятна Ельцинского периода. Поэтому ничего-то такого нового. Наоборот, от этого освобождается нынешняя руководство в той или иной мере частично, но ещё не освободилось. Попробуй от этого освободить. Кругом, так сказать, как бы нами руководили. И до сих пор. Счастье, что есть санкции. Раз санкции, так хоть вы сами будете что-то делать, а то вот ничего уже сами не делали. Станки уже не делали. Машины не хотят делать. Ну и что тогда получается? Тогда мы от всех зависим, и в любой момент всё перекроют, и мы умираем. Ну вот, спасибо Обаме. Спасибо. Ну вот тут важный момент. На мой взгляд, это как-то неправильно. Система устроена. Раз могут прийти к власти такие граждане, как Хрущёв, которые могут вообще всё... Система устроена, очень нет никакой системы. Есть борьба противоположностей. Борьба противоположностей устроена так. Если вы разоружились в борьбе со мной, то я смогу победить. Вот и всё. Правильно система устроена. А если я разоружился в борьбе с вами, то вы победите. Не надо переходить на эти системы. Надо смотреть не на системы, а это новый вид борьбы. Если была борьба между рабочим классом буржуазии и буржуазом обществе, то в социалистическом обществе это борьба рабочего класса вместе с интеллигенцией и колхозным крестьянством против мелкобуржуазных тенденций, против превращения социализма в капитализм. Если люди это понимают, и если они знают, что диктатура бультериата есть упорная борьба, и которая на весь период до полного коммунизма. Сейчас вот, например, КПРФ молчала-молчала про диктатуру бультериата всё время, а потом вдруг в прошлом году, позапрошлом году, в Октябрьском пленуме приняло решение, что диктатуру бультериата давайте по-ленински будем говорить, но диктатуру бультериата только на переходный период. Только на переходный период. А дальше не надо. Так в этом Хрущёщина и состоит. Поэтому они ходят с шарфами, на которых написано что? Народовластие. А что такое народовластие? Это то, с чем Хрущёв выступал. Это хрущёвцы. Вот они с сегодняшнего дня хрущёвцы. Понятно, много на них голосует, в том числе буржуазных деятелей. Ну, в общем, замечу, что, несмотря на то, что вокруг благорастворения и прочее, Соединённые Штаты почему-то не разоружаются. И реформы внутри себя не проводят, которые приведут их к коммунизму. Как раз наоборот. Заботятся о себе, вооружаются до зубов, борьбу ведут, и благосостояние своё не получают. Вот я думаю, что их более хитрой была бы позиция. Я скажу, давайте, никаких санкций, давайте мы вам всё будем сбывать, своё, всё для вас сделать. Вы давайте нефть, сырьевой будете придаток, а мы вам будем все игрушки, вы будете щёлкать там на всех компьютерах. Компьютеры и так уже, так сказать, у нас в своё время в Советском Союзе же были компьютеры? Были. Электронно-вычислительные машины. М-20, Бесом у нас стояли на матемике. А потом была и ЕС, система ЕС, были машины. И у нас развивалось. Потом в один прекрасный момент, тоже при Хрущеве, вдруг они начинают пропадать. То есть, давайте сделаем так, чтобы мы только добывали нефть, сырьё и прочее, и превратились бы в колонию этого самого других развитых стран, они в любой момент не такими санкциями, игрушечными. Сейчас пока у нас есть возможность здесь что-то создать. А если бы не было, ну и всё. Ну и всё. Поэтому разве можно так? Поэтому вот люди, которые говорят о системе, это есть система борьбы. Вот если у вас система борьбы есть, вот смотрите, как во время войны и погибают люди, и ситуация всё время меняется, а люди продолжают бороться и наступают. Вот если они настроены на борьбу, они даже могут на отдыхе и на гармошке поиграть, и песни попеть. Они живут как люди. А сейчас их душат, давят. А они, поскольку они не борются, они просто объекты для инъекций, для всяких экспериментов и реформ. То вот эти люди, они с тоской смотрят, а что нас ждёт? А что вас ждёт? Если вы не будете бороться, вас и ждёт ухудшение. Вот в буржуазии это уже всё. Всё, она закончила эту песню про деидеологизацию, депортизацию, десабетизацию. Всё это закончено. А товарищи рабочие ещё думают, что кто-то их спасёт. Никто вас не будет спасать. Потому что если это в общество вернулась классовая борьба, вот борьба рабочего класса во главе других трудящихся вас и спасёт. Больше ничего вас не спасёт. Ага, вот система. Это система тоже. Вы будете давить и душить. И как вы будете предъявлять претензии к буржуазии? Сказать, а вы сами отдали социализм? Сами отдали? Сами. Не хотели жить при коммунизме? Поживите при капитализме. Немножко, да. Да, хотя мне, например, сын говорит, хорошо, ты устроился. Да, вы-то там вот сидели, я действительно в аспирантуре был. Бесплатное образование. Всё бесплатное. Всё выучили. Я 19 лет учился при социализме. Всё бесплатно. 11 лет в школе, 5 лет в ВУЗе, 3 года в аспирантуре. Кандидатскую получил, потом трудовую книжку. Вот. У вас потруднее путь был резин. Это же красота просто. Красота. С какой стороны посмотреть? С какой стороны посмотреть? Потому что это наши трудности, не трудности. Только если человек печальный и считает, что ему должно просто так что-то давать, тогда да. А так? Ну, какие тут трудности могут быть? Ну, напиши новую книгу, новую статью, ещё выступай лучше, старайся, учись. В чём тебе проблема? Учись. У меня у отца было три класса образования. Вот я в этом смысле представитель этого самого, того поколения, которое выросло из простых людей. А мама учительница была в математике. Всё. Пожалуйста. И мне всё давали. И всё, так сказать. Только работай, учись. Поэтому мы говорим не о мифе каком-то о том, что вот был коммунизм. Да, был коммунизм. Первая фаза. Не хотите его защищать, не хотите бороться за перерастание в высшую фазу, он перерастёт в капитализм. Потому что реформа бывает вверх, реформа вниз. Реформа вперёд, реформа назад. Перестройка вверх, перестройка вниз. Вот что надо запомнить, что всё это в духе борьбы должно решаться. Есть системы в этой борьбе, как создаёт каждый из воюющих сторон, партия, для этого создаётся политическая система. Есть партийная работа, есть профсоюзная работа. Это всё определённые системы. А система социализма – это поле для борьбы. И более того. Поле более удачное для рабочего класса. Но если он не пользуется, а он просто руки сложил и думает, что само поплывёт всё к полному коммунизму, ну, это грубая ошибка. Не тут-то было. Да, не тут-то было. Ну, по крайней мере, этот урок, вот когда мы празднуем 100-летие революции, вот самый, как раз тот самый год, когда надо этот урок заучить. И говорил Ленин, что разбитые армии хорошо учатся, и что вот такие уроки надо извлекать. Вот как раз в контрреволюционные периоды. Вот учиться надо. Вот учиться-то не надо. Кто вам запрещает учиться? Пожалуйста, учитесь. Кто не даёт? Ничего такого, я сказать, необыкновенного, чтобы нельзя было прочитать. Вот, скажем, у нас на сайте Фонда рабочей академии и на сайте Фонда московского отделения Фонда рабочей академии есть вся необходимая литература, которую я вот здесь называл. Всё это есть. У кого нет там собрания сочинений, там Гегеля, Маркса, Ленина, всё там есть, выложено, берите, читайте. Кто вам не шаг, кто вам не даёт? Нет такого. Надо прикладывать старания. Да, а вот всё хочется ныть. И опять говорит, нам не дают. Всё виноваты, вот все виноваты. Это святое, да. Все виноваты, кроме меня. Один я вот. Хороший. Хороший человек, а они всё мне не дают. Так это ничего и не берёшь. Закругляем. Закругляем. Про что в следующий раз? Я думаю, у меня вот есть такое предложение, и есть такие даже предложения со стороны тех, кто слушает, всё-таки более, так сказать, таким логическим ходом ещё раз пройти где-то подальше, чтобы у нас было основание для применения всяких примеров. Потому что если мы примеры берём, а как бы само вот это вот, само выведение одного понятия из другого, оно немножко прерывается тем самым. А диалектика всё-таки состоит не в том, чтобы хорошее и правильное высказывать, а показывать, как одно из другого вытекает и представляет собой неразрывную систему. Вот я понимаю, что, может, это будет менее популярно, но временно. Вот, может быть, такое занятие провести, и я думаю, это было бы полезно. Давайте попробуем. Давайте попробуем. Художественный фильм «Викинг» не намечаете? Намечаю. Теперь обязательно надо посмотреть. Было бы неплохо поговорить о нём. Обязательно. Что вы там увидите? Да, надо посмотреть. Это же великое такое событие. О-о-о! Никогда такого не было, и вдруг опять, да. Спасибо, Михалыч. Вам спасибо тоже. А на сегодня всё. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Продолжение следует...